Да возненавидят меня алды PvP Destiny 2 больше, чем тех арбалетчиков, которые сейчас просто всех раздражают. Они делают квест на этот модифицированный кривой клык и просто бесят в PvP, убивая попросту все на свете. Но сейчас не об этом. Я расскажу о двух багах, которые работают в соревновательном режиме и не только. Первый баг, о котором, скорее всего, вы слышали, связан с револьверами, а именно с рикошетными патронами для этих револьверов. Использовать это и заюзать можно в первом слоте, так как только там есть револьверы с задержкой взрыва. Что вам нужно сделать? Для начала вы экипируете желаемый револьвер с рикошетами. В моем случае это прибина, либо кинжал-кремил. Потом, после того, как вы возродились, изменяете свой револьвер на какой-нибудь беттердевил, он же меньший изол с задержкой взрыва. Потом обратно. И теперь вы тутапаете противника со 110-го револьвера в голову. Но если у него меньше пяти ресайленсов, вы будете убивать его в голову плюс бадишот. К сожалению, у меня не получилось заюзать это с беттердевилом, когда я меняю меньший изол с фугасами на меньший изол с отложенным взрывом и обратно ничего не происходит. Скорее всего, чтобы прокнуть мне данный баг, нужен будет кинжал-кремил с отложенным взрывом. Но у меня, к сожалению, его сейчас нет. Почему использовать можно в первый слот? Да потому что во второй слот попросту нет револьверов с отложенным взрывом. Хотя с фугасами там они есть. Данный баг работает до того момента, пока вы не поменяли оружие. Если вы его поменяли, нужно активировать все заново. Ну или до того момента, пока вы не умерли. Преимущество данного бага заключается в том, что со 110-го револьвера, еще раз повторюсь, вы убиваете ту тапом в голову любых противников, даже с десятка ресала на доступной ренже. Ну а также, если у них пять и меньше ресала, вы будете убивать за хэт плюс бадик. В случае с Беттердевилом с меньшей зол примерно должно работать точно так же, так как я вам объяснял, урон обзрыва остается постоянным. Второй баг связан с линейно-плазменными винтовками. Да, вам мало арбалетов горнила, получайте еще в хэви линейно-плазменную винтовку. Как это работает? Вам нужно в огненные ноги взять два скэвенджера. В первый слот, именно в такую нужно соблюдать очередность, взять сборщик припасов для плазменных винтовок, они же фьюженки. Во второй слот взять сборщик припасов для линейно-плазменных винтовок, они же линейки. Экипируемого хэви слот какую-нибудь линейно-плазменную винтовку, если у вас легендарный, это может быть кривой клык, либо же... Да, Квин Брейкера, она же Убитель Королев. Берете данную линейно-плазменную винтовку в хэви слот и вуаля. После того, как вы убили противника или кто-то другого убил противника, вы подбираете зеленую коробку с патронами, вы получаете плюс один в хэви слот. То есть вы будете иметь хэви патроны, даже не подходя к коробке с хэви. Убивать противников и в ответ слышать, читер, ты же не брал хэви, как ты меня убил. И тем самым дальше будете идти с прогрессом по квесту, так как убийства с хэви тоже засчитываются в данный квест нынешнего сезона. И не раздражать всех арбалетом. Ну или вы можете совсем обнаглеть, взять арбалет, взять линейную плазменную винтовку в третий слот и просто достать всех нахрен. Ну а на этом все. Да возненавидят меня алды PvP Destiny 2 за то, что я раздаю все эти вещи в открытый доступ. Ну, как-то так получилось. Ребята, всем хорошего дня, хорошей игры в PvP. Надеюсь, она теперь таковой будет. До скорой встречи и пока.